В Москве слишком громко. С такой жалобой жители обратились в правительство столицы. Шум мегаполиса услышать волю народа чиновникам не помешал. Они объявили конкурс на лучшую разработку для снижения громкости транспорта. Участвовать захотели 24 компании. Из них российских всего две и они конкуренцию не выдержали. Во второй этап жюри отобрало пять инновационных поглотителей шума из Нидерландов, Дании, Италии и Австрии. Так выглядит один из них. Это так называемый «свистящий камень», сделан в Голландии. Похоже на стук для воды, а на самом деле это устройство, которое не дает звуку уйти за пределы трассы, направляя его вверх. Итальянцы придумали барьеры, которые, кроме борьбы за тишину, аккумулируют энергию солнца, чтобы потом переработать ее в электричество. А в Австрии научились делать звуковые фильтры. Компактный прибор легко закрепить на любом окне. Если ты хочешь слушать пение птиц, а у тебя за окном работает молотоотбойная машина, то при определенной установке ты все равно будешь ее слышать, но уже не так сильно. И ты будешь слышать другие звуки, которые не проходят из-за того, что они гасятся. Из пяти изобретений жюри выберет два. Их протестируют на московских улицах, причем эксперимент будет проводиться за счет изготовителей. Если за полгода проект покажет себя удачно, московские власти его купят. Сейчас от шума москвичей ограждают барьеры, которыми окружены некоторые магистрали. Деревья, опять же, если они есть, и усиленные стеклопакеты. В некоторых квартирах такие установлены даже за счет города. Но все это не очень эффективно, считает независимый экологический эксперт. Он не привык быть голословным, поэтому на встречу с журналистами пришел с измерителем шума. У нас превышение почти на 25 дБ от уровня шума. То есть это в полтора раза больше, чем предельно пустимый уровень. Восемь вечера, час пик позади, а уровень шума зашкаливает. Трафик в Москве не замирает даже ночью. В домах, которые стоят возле дороги, по санитарным нормам жить нельзя, говорит эксперт. Там почти так же шумно, как на улице. Более высокие частоты шума будут отрезаться, так как окна их будут заглушать. Но, тем не менее, низкочастотный шум никуда не денется. А вред он наносит иногда даже большее здоровье людей, потому что люди его не слышат и, соответственно, они не уходят из тех мест, где они попадают под это превышение. Слухи в последнее время стало больше, говорит отоларинголог Оксана Казакова. Каждый месяц к ней приходят по 10 новых пациентов. Но тугоухость все больше жалуются 20-ти и 30-ти летние. Дело в том, что ухо рассчитано на звуки средней громкости, а в мегаполисе тихо не бывает. Уличный шум люди пытаются заглушить музыкой. Каждый третий житель столицы ходит по городу в наушниках. Все это постепенно убивает клетки, которые отвечают за восприятие звуков, говорит врач. А если человек каждый день по чуть-чуть, по чуть-чуть воздействует, он даже не замечает, что у него слух снизился. И он не обращается к врачу за помощью. И в итоге, получается, когда он обратился, мы уже мало чем можем ему помочь. Зато измерить свой уровень слуха теперь может каждый. Процедура называется аудиометрия. Стоит она меньше тысячи рублей. Хоть на слух не жалуюсь, решила попробовать. Тем более, что делать почти ничего не надо. Только на кнопку нажимать, если что-то слышно. Сейчас что-то щелкнуло. Нажимать. Как только слышите, нажимайте. Оно три раза вам будет тестово проводить исследование и выберет среднюю величину. Самое сложное в этой процедуре – дождаться ее окончания. Врачи говорят, особенно детям эти полчаса сложно усидеть на месте. Зато на исходе сразу видно, сколько звуков пролетает мимо ушей. Получается вот такая звуковая кривая. То есть так мы слышим. Чем ближе к нулю, тем слух лучше. Тугоухость первой степени – такой диагноз мне поставили врачи. Хоть музыку в наушниках я слушаю редко. Но говорят, этот диагноз типичен для среднего жителя Москвы. Все мы немного тугоухи. Так что вам советую, больше времени проводите в тишине. Врач говорит, 12 часов в день – это вместе со сном. Евгений Авдовиченко, Андрей Гатьянов, LifeNews.